МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это желание заниматься режиссурой пришло уже после окончания института. Не понравилось мне, что актерская профессия слишком зависимая. Лариса Садилова. Режиссер. Дебют с днем рождения. Когда картина получила главный приз, и это было событием, Янковский закончил фестиваль именно фразой. Вы знаете, что событием на фестивале стал фильм с днем рождения Ларисы Садиловой. Здравствует же, российское кино. Это был фурор. На следующий день я проснулась знаменитой. Я не успевала давать интервью и телеканалам, и журналистам. Этого, конечно, я не ожидала. Вот такого успеха. На Западе тоже потом эта картина получила много... Около 50 призов у этой картины. Что такое европейская картина? Это, скажем так, понятная картина не только у нас, но и там, которая говорит об одних понятных на земле, скажем так, ценностях. Это очень важно, чтобы картина была понята не только здесь, но и другому зрителю. Но я обратила внимание, что мы здесь, ну, тоньше чувствуем свой материал. И европейцы, скажем так, не все догоняют, не все понимают, то, что мы говорим в своих фильмах. Поэтому, конечно, есть этот и казахский, и якутский кинематограф, но он должен быть понятен, ну, скажем так, всем зрителям, которым ты собираешься этот фильм показать. То есть он должен быть понятен. Потому что для этого нужно снимать кино, для того, чтобы улучшить нашу жизнь, а не ухудшить. Пожелаю будущим дебютантам не бояться снимать свою первую картину, даже если у вас нет опыта. Набирайтесь опыта прямо во время производства фильма, во время подготовительного периода, во время выбора натуры, особенно во время подготовительного периода. Учитесь. Вам будет снимать просто свою первую картину, потому что вас не будет отягощать опыт. Вот второй фильм уже сложнее, особенно если первый был успешный. Поэтому ко второй картине нужно подходить очень серьезно и не думать, что тебе повезет точно так же, как на первой. Мне повезло, но не факт, что повезет другим, потому что молодой режиссер должен понимать, что когда он выбирает тему, когда он выбирает сценарий, он должен понимать, что ему с этой темой, с этим сценарием, с этой историей придется жить минимум год. И режиссеру этот материал не должен надоесть. А ведь бывает такое, что человек устает уже от этой темы, от этого материала, от этих монтажных склеек. Поэтому внимательно подходите ко второму своему фильму, потому что на него будут обращать внимание более пристально. И критики, и ваши будущие работодатели, потому что, скажем так, второй фильм подтверждает первый.